Глава четвертая Глава четвертая Геканину это было известно и он благоразумно выбрал тихое местечко, чтобы без риска для друзей остановить пироги и сообщить нечто важное тому, кому это знать надлежало. Как только следопыт увидел вдали характерный силуэт старого приятеля, он поманив за собой Джаспера, сильным грибком повернул нос лодки к берегу. Спустя минуту обе пироги несло вниз под укрытием прибрежных кустов. Все теперь приумолкли, кто от испуга, а кто из привычной осторожности. Когда лодки поравнялись с Чингачгуком, он знаками подозвал их к берегу. И тут у следопыта с его приятелем индейцем произошел короткий, но многозначительный разговор на языке деловаров. Вождь, конечно, не принял бы сухое дерево за врага. Для чего же он приказал нам остановиться? В лесу полно мингов. Уже два дня, как это подозреваем, но известно ли это вождю наверняка? Магиканин без слов подал приятелю высеченную из камня головку трубки. Она лежала на свежей тропе, что вела к гарнизону. Гарнизон нам называли на границу любое военное укрепление, независимо от того, стояли там войска или нет. Это мог обронить и какой-нибудь солдат. Много наших балуются трубками краснокожих. Гляди, сказал великий змей, поднося свою находку к глазам приятеля. Вырезанная из мыльного камня, трубка была отделана тщательно и даже с некоторым изяществом. Посредине чашечки выделялся крестик, выточенный с усердием, не допускавшим никакого сомнения в назначении рисунка. «Ну и дьявольщина! Ничего хорошего это не предвещает!» – сказал следопыт, разделявший вместе со многими колонистами суеверный страх перед религиозной эмблемой, воплощавший для них поздний иезуитов. Страх столь сильный и столь распространенный в протестантской Америке с тех времен, что он оставил свой отпечаток на ее моральных представлениях, сохранившихся и у нас поныне. Только индейцу, развращенному хитрыми канадскими священниками, могло прийти в голову вырезать это на своей трубке. Вручаюсь, что негодяй молится на свой талисман всякий раз, как собирается обмануть невинную жертву или замышляет какую-нибудь чудовищную пакость. «Похоже, что трубку только что обронили. Верно, Чингачгук?» «Когда я нашел ее, она еще дымилась. Удачная находка! А где же тропа?» Магиканин указал на след, вившийся в ста шагах. Дело принимало серьезный оборот. Оба главных проводника, посовещавшись, поднялись по откосу и с величайшим вниманием принялись исследовать тропу. Это заняло у них минут пятнадцать, после чего следопыт вернулся один, а его краснокожий приятель исчез за деревьями. Простодушие, искренность и честность, которыми дышало лицо следопыта, сочетались в нем и с величайшей уверенностью в себе и в своих силах, невольно передавшиеся и окружающим. Но сейчас его открытое лицо выражало озабоченность, которая всем бросилась в глаза. «Ну, что слышно?» — мастер-следопыт спросил Кэп, снизив свой самодовольный зычный бас до осмотрительного шепота, более подходившего для тех опасностей, которые подстерегали его в этой глуши. «Неужто неприятель и в самом деле помешает нам войти в порт?» «Что такое?» «Неужто эти размалеванные клоуны бросили якорь у гавани, куда мы держим курс, в надежде нас от нее отрезать?» «Может быть, в ваших словах и есть резон, но я ни черта в них не пойму. В трудную минуту, чем проще человек выражается, тем легче его понимают. Я знать не знаю ни портов, ни икорей. Я знаю только, что в шагах в ста отсюда вьется след, проложенный мингами, свежий, как непросоленная дичь. Там, где побывал один из этих гадов, могла побывать и их и дюжина. А путь они держат к гарнизону, и значит ни одна душа не пройдет теперь по прогалине на подступах к крепости без риска угодить к ним на мушку. «Разве нельзя дать из крепости бортовой залп по негодяям и расчистить окрестность на расстояние прицельного огня?» «Нет, здешние форты не то, что в наших поселениях. В Осуига всего-то два-три легких орудия, поставленных против устья реки. К тому же бортовой залп по дюжине мингов, залегших в лесу и за камнями, был бы дан впустую. «Но есть у нас один выход и неплохой. Мы здесь в относительной безопасности. Обе пироги укрыты под высоким откосом и кустами. Ни одна душа не видела, как мы высадились. Разве кто высадил нас с противоположного берега?» «Стало быть, здесь нам нечего бояться. Но как заставить этих кровожадных извергов отправиться обратно вверх по реке?» «Да, знаю, знаю. Если это и принесет, и принесет большой пользы, то и вреда не причинит. Видишь, каштан Джаспер? «Вон тот, с раскидистой короной у последней излученной реки. Смотри на наш берег. Около поваленной сосны? Вот именно. Захвати с собой кремень и труд, и проберись туда по откосу и разложи костер. Тем временем мы осторожно отведем лодки ниже по реке и найдем себе другое убежище. Кустов здесь хватит. Мало ли эти места видели засад. Слушаюсь, следопыт, отозвался Джаспер, собираясь идти. Минут через десять будет тебе костер. И на сей раз пресная вода, не пожалей сырых веток», – напустовал его следопыт, заливаясь своим особенным смехом. «Сырость помогает, когда нужен густой дым». Зная, как опасна малейшая проволочка, юноша быстро направился к указанному месту. Мейбл заикнулась было, что он подвергает себя слишком большому риску, но ее доводы не взмели действия. Весь отряд начал готовиться к перемене стоянки. Так как с того места, где Джаспер собирался разжечь костер, можно было увидеть лодки. Торопиться не было надобности. Готовились не спеша с оглядкой. Обе пироги выбрались из кустов и уже через несколько минут стали спускаться по течению. Когда каштан, возле которого возился Джаспер, почти скрылся из виду, пироги остановились. И все глаза обратились назад. «А вот и дым!» – воскликнул следопыт, заметив, что ветер отнес по реке облако дыма и легкой спиралью взвил его кверху. «Добрый кремень, кусочек стали и охапка листьев дают отличный костер. Надеюсь, пресная вода не позабыла о зеленых ветках. Сейчас они не помешают. Слишком большой дым, слишком большой хитрость!» – рассудительно заметил разящая стрела. Цвета и истина Тоскарора. Но Мингам известно, что в окрестности стоят войска. У солдата на привале только из заботы, как бы пообедать, и он меньше всего думает об опасности и осторожности. «Нет-нет, мой мальчик, побольше дров, побольше дыма!» Все будет отнесено насчет недотепы шотландца или ирландца, который больше заботится о своей картошке или овсянке, нежели о том, что индейцы могут его обойти или подстрелить. «А у нас в городах считают, что солдатам на границе знакомы повадки индейцев», – заметила Мейбл. «Они будто бы и сами не уступают в хитрости краснокожим. Пустое. Далеко им до этого. Опыт их ничему не научил. Они по-прежнему заняты муштрой и шагистикой. Здесь, в лесной глуши, выкидывают артикул, будто у себя дома, на своих парадах, о которых они вечно рассказывают. У одного краснокожего больше хитрости в мизинце, чем у целого полка, прибывшего из-за моря. Я называю это лесной сноровкой. Но дыма, как я вижу, даже больше, чем нужно, и нам не мешает укрыться. Парень, кажется, собирается поджечь всю реку, как бы Минги не решили, что здесь целый полк на биваке. Говоря это, следопыт вывел пирогу из-за кустов, и спустя несколько минут дерево и дым от костра исчезли за поворотом. К счастью, неподалеку показалась небольшая заводь, и обе пироги, подгоняемые веслами, вошли в нее. Трудно было бы найти лучшее место для стоянки, принимая во внимание цель, какую себе поставили наши путешественники. Пустой кустарник, навес над водой, образуя навес из листьев. Отлогий бережок, усыпанный мелким гравием, манил к отдыху. Видеть беглецов можно было только с противоположного берега, но он зарос густой чащей кустарника, и позади тянулось непроходимое болото. Укрытие достаточно надежное, сказал следопыт, самым дотошным образом осмотрев расположение стоянки, но не мешает сделать его еще лучше. Мастер Кэп, от вас ничего не требуется, кроме полной тишины. Приберегите на другое время свои морские познания и таланты, а мы с Ускоророй кое-что предпримем на случай возможных неприятностей. Следопыт с индейцем вошли в заросли и, стараясь не шуметь, нарезали крупные ветви ольшанника и других кустарников. Эти деревца, как их можно было вполне назвать, они втыкали в речной ил, заслоняя ими пироги, стоящие на мелководье. За десять минут выросла целая изгородь, образовав непроницаемый заслон для тех, кто мог бы увидеть путников с единственно опасного наблюдательного пункта. Эта нехитрая маскировка потребовала от обоих садовников немалой сноровки и изобретательности. Надо сказать, что все благоприятствовало нашим друзьям. Извилистые очертания берега, удобная заводь, мелкое дно и прибрежные кусты, окунавшие в воду свои верхушки. Средопыт предусмотрительно выбирал изогнутые лозы, росшие здесь в изобилии. Срезанные у самого корня и высаженные в речной ил, они вполне естественно клонили свои верхушки к воде и на первый взгляд казались кустами, растущими в земле. Короче говоря, заводь была так искусно замаскирована, что разве только настороженный взгляд задержался бы на ней в поисках засады. — Никогда я не бывал в более надежном укрытии, — сказал следопыт, тщательно осмотрев проделанную работу. Листья новых насаждений смешиваются с ветвями кустарников, что свисают у нас над головой. Даже художник, гостивший недавно в крепости, не мог бы сказать, которые из них здесь по божьему велению, а которые по человечему произволению. Но тише. Сюда спешит пресная вода и, как рассудительный малый, идет водой, предпочитая доверить свои следы реке. Сейчас будет видно, чего стоит наше убежище. Джаспер возвращался со своего задания и, не видя нигде пирог, решил, что они обогнули излучную реки, укрывшись от тех, чьё внимание мог бы привлечь костер. И с привычной осторожностью он шел по воде, чтобы след, оставленный путниками на берегу, не имел продолжения. Если бы канадские индейцы и наткнулись на тропу, проложенную следопытом и змеем, когда те поднимались на берег и спускались к реке, то след этот должен был затеряться в воде. Молодой человек, придя по мелководью, дошел до излучины, а потом, держась к кромке берега, спустился вниз по реке. Реглецам, притаившимся за кустами, достаточно было приникнуть в густой листве, чтобы увидеть просвет и все, что делается на реке. Тогда как тот, кто находится даже в двух шагах от зеленой чащи, был лишен этого преимущества. Если взгляд его падал случайно на такой просвет, то зеленый откос и игра теней на листьях скрадывали очертания прятавшихся сзади людей. Нашим странникам, наблюдавшим за Джаспером, из своих лодок видно было, что юноша растерялся и не может понять, куда скрылся следопыт. Обойдя излучину и совершенно потеряв из виду зажженный им костер, молодой человек остановился и начал внимательно пять за пятью оглядывать берег. Время от времени он делал десяток шагов и снова останавливался, чтобы возобновить свои поиски. Так как здесь было совсем мелко, он вошел поглубже в воду и, проходя мимо насаждения следопыта, чуть не коснулся их рукой. И все же он ничего не обнаружил и уже почти миновал это место, когда следопыт, слегка развидыв ветки, негромко окликнул его. «Что же, отлично!» – сказал следопыт, заливаясь своим беззвучным смехом. «Мы можем себя поздравить, хотя глаза бледнолицых и краснокожих так же отличаются друг от друга, как подзорные трубы разной силы. Я готов побиться об заклад с сержантовой дочкой, скажем, на роговую пороховницу против вампума, что весь полк ее отца мог бы здесь пройти, не заметив обмана». «Вампум» – это индейское ожерелье или пояс из ракушек. «Вот если бы по реке вместо Джаспера прошли менги, вряд ли бы их обманула наша плантация. Зато уж с того берега даже им ничего не разобрать, так что она еще сослужит нам службу». «А не кажется ли вам, мастер-следопыт?» – спросил Кэп. «Что нам следует, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же тронуться в путь и удирать на всех парусах. Как только эти мерзавцы повиснут у нас на корме. У нас, моряков, преследование в элеватор считается безнадежным делом. Никуда мы не поедем, пока не узнаем, с какими новостями явится змей. Покуда на руках у нас хорошенькая сержантова дочка, я не двинусь с места, хотя бы мне предложили весь порох, что хранится на складах крепости. «В случае погони нас ждет верный плен или верная смерть. Если бы нежная лань, которую поручили нашим заботам, могла бы бежать по лесу, как дюжий олень, может и имело бы смысл бросить здесь лодки и двинуться в обход лесом. Мы еще до рассвета дошли бы до крепости. Давайте так и сделаем», – воскликнула Мейбл с внезапно вспыхнувшей энергией. «Я молодая и проворная, бегаю и прыгаю, как коза. Дядюшке нипочем за мной не угнаться. Не считайте же меня обузой. Мне страшно подумать, что все вы ради меня рискуете жизнью». «Полноте, полноте, красавица. Никто не считает вас обузой. Да кому же в голову придет подумать о вас что-нибудь дурное? Каждый из нас готов подвергнуться вдвое большему риску, чтобы услужить вам и честному сержанту. Разве я не прав, пресная вода? Чтобы услужить ей, – воскликнул Джаспер с чувством, – меня ничто не заставит покинуть Мейбл Дунхем, покуда я не увижу ее в полной безопасности под крылом отца. Золотые слова, дружище, благородные и мужественные слова. Так вот же тебе, моя рука и мое сердце, в том, что я полностью с тобой согласен. Красавица, вы же не первая женщина, которую я провожаю по лесной глуши. И всегда все обходилось хорошо, кроме одного только случая. Но то был поистине злосчастный день. Мне, не дай мне Бог, снова пережить такой. Мейбл переводила взгляд с одного своего рыцаря на другого, и слезы выступили у нее на глазах. Порывисто протянув руку каждому из них, она сказала дрогнувшим голосом, «Я не имею права подвергать вас опасности. Батюшка будет вам благодарен, и я, да благословит вас Бог. Но не надо лишнего риска. Я выносливо и не расходила на десятки миль пешком просто так, из детской прихоти. Почему же мне теперь не сделать усилия, как на карте стоит моя жизнь, вернее, ваши драгоценные жизни?» «Да это же кроткая голубка, Джаспер», — объявил следопыт, не выпуская пальчиков Мейбл, пока девушка из природной скромности не отняла у него руку. «Да чего же она прелестна, живя в лесу, грубеешь, Мейбл, а порой и ожесточаешься сердцем. И только встреча с таким существом, как вы, воскрешает у нас юные чувства и светит нам весь остаток жизни. Думаю, что и Джаспер вам это скажет. Как мне в лесной чущобе, так и ему на Онтарио редко приходится видеть подобное создание, которое смягчило бы его сердце и напомнило ему о любви к себе подобным. Ну-ка скажи, Джаспер, так это или не так? Мне, по правде сказать, сомнительно, чтобы можно было еще где-нибудь встретить такую Мейбл Дунхем», возразил молодой человек галантно. «Однако выражение искреннего чувства на его лице говорило о его правдивости, красновичь, крещивее всяких слов. И не только в лесах и на озерах не сыскать такое, но даже в поселках и городах. Давайте оставим тут наши пироги», — снова взмолилась Мейбл. «Что-то мне говорит, что нам небезопасно здесь задерживаться». «Такая прогулка не по вашим силенкам, девушка. Лучше оставим этот разговор. Вам пришлось бы прошагать 20 миль ночью, в непроглядной тьме не разбирая дороги, перелезаясь через корни и пни, пробираясь по болотам и кочкам. Мы оставили бы в траве слишком широкий след, и, подойдя к крепости, вынуждены были бы прокладывать себе дорогу с оружием в руках. Нет, подождем магиканина». Уважая мнение того, к кому они в эту трудную минуту обращались, за советом и руководством, никто больше не возвращался к этому вопросу. Отряд разбился на группы, грязящие стрелы с женой сидели поодаль под кустами и тихо переговаривались. Индеец говорил по велительным тоном, а жена отвечала ему с той униженной покорностью, которая так характерна для подчиненного положения подруги-дикаря. Следопыт и Кэп, сидя в пироге, рассказывали друг другу свои многообразные приключения на суше и на море. В другой лодке сидели Джаспер и Мейбл, и дружба их за один этот час сделала, должно быть, большие успехи, большие успехи, чем при других обстоятельствах, это возможно было бы и за год. Несмотря на опасность, минуты летели незаметно. Особенно удивились молодые люди, когда Кэп объявил, сколько времени уже прошло с тех пор, как они ждут. Как бы здесь можно было курить, заметил старый моряк. Я был бы предоволен таким кубриком. Наше судно находится в тихой гавани и крепко отшвартовано. Его не снесет никакой муссон. Одно горе, нельзя выкурить трубку. Еще бы. Нас сразу же выдал бы запах табака. Какой смысл отводить глаза Мингам, принимая все эти меры предосторожности, если они учуют нас носом? Нет-нет, откажитесь от своих привычек и даже от законных потребностей. Берите пример с индейцев. Чтобы разжиться одним скальпом, они готовы целую неделю голодать. Ты ничего не слышишь, Джаспер? Это возвращается змей. Вот и отлично. Сейчас узнаем, чего стоят глаза магиканина. Магиканин появился с той же стороны, откуда пришел и Джаспер. Вместо того, чтобы направиться на поиски друзей, он, обойдя излучину, чтобы его не увидели с другого плеса, сразу же зашел. Кустарник, рожший на берегу, и, обернувшись назад, стал внимательно что-то разглядывать. Змей видит этих гадов, прошептал следопыт, залившись своим ликующим, беззвучным смехом. И, толкнув локтем Кэпа, добавил, так же верно, как то, что я белый человек и христианин. Они клюнули на нашу наживку и засели в кустах у костра. Воцарилось полное молчание. Все следили, не отрываясь за каждым движением Чингачгука. Минут десять магиканин неподвижно стоял на скале, но тут, видимо, что-то важное привлекло его внимание. Он внезапно отпрянул назад, испытывающий и тревожно оглядел берег и двинулся вниз по реке, ступая по неглубокой прибрежной воде, смывавшей его следы. Он, очевидно, торопился и был чем-то сильно озабочен, ибо то и дело оборачивался, а затем снова устремлял свой потливый взор туда, где, по его предположениям, могла бы быть спрятана пирога. «Окликни его», прошептал Джаспер, горя нетерпением узнать, чем встревожен деловар. «Окликни, не то он пройдет мимо. Как бы не так, как бы не так, паренек», возразил его товарищ. «Нечего горячку пороть. Если бы что случилось, змей двигался бы ползком. Господи, благослови нас и просвети своей мудростью». Похоже, что Чингачгук, у которого такое же безошибочное зрение, как у собаки чутье, и в самом деле нас не видит и не замечает нашего тайника. Однако следопыт торжествовал прежде времени. Не успел он произнести эти слова, как андеец, прошедший было мимо зеленой кущей, внезапно остановился, внимательно оглядел искусственные насаждения следопыта, поспешно повернул назад, наклонился и, осторожно раздвинув ветки, предстал перед путниками. «Ну как там, проклятые минги?» спросил следопыт. Едва друг его подошел достаточно близко, чтобы можно было тихо переговариваться. «Ирокезы», поправил его рассудительный индейец, «неважно, неважно, ирокезы, черти рогатые минги, мингвезы, да любое их иродово племя, дело от этого не меняется. Для меня все эти негодяи минги, подойди-ка поближе в вождь, нам надо серьезно потолковать». Друзья отошли в сторону и долго беседовали на языке деловаров. Узнав все, что ему было нужно, следопыт вернулся к товарищам и поделился с ними полученными сведениями. Магиканин шел по следу враждебных индейцев, направлявшихся к крепости, но вдруг их внимание привлек дым от рассложенного Джаспером костра. Тут они сразу же повернули обратно. Чингачгуку пришлось спрятаться, пока весь отряд не прошел мимо, так как индейцы легко могли его обнаружить. К счастью для магиканина, ирокезы были так взбудоражены своим внезапным открытием, что не обратили обычного внимания на лесные приметы. Во всяком случае, все они прошли мимо него вереницы, 15 человек общим числом, легко ступая по следам друг друга. И Чингачгуку тут же двинулся за ними. Достигнув места, где тропа магиканина и следопыта сливалась с общей тропой, ирокезы спустились на берег. Должно быть в ту самую минуту, когда Джаспер скрылся за речной излучиной. Теперь они ясно увидели низко стелющийся дым костра. Рассчитывая подойти к нему украдкой, ирокезы снова углубились в лес и исчезли между деревьями. А Чингачгуку, как он полагал, никем не замеченный, воспользовался этим, чтобы спуститься к воде и подойти к излучине. Здесь он остановился, как уже было описано, и подождал, пока ирокезы не окружили костер. Впрочем, они не стали долго мешкать. О намерениях ирокезов Чингачгуку мог судить только по их движениям. По-видимому, они скоро догадались, что костер разложен лишь для отвода глаз, и наспех обследовав это место, разделились на две партии. Одна партия двинулась в лес, а человек 6-8 спустились к реке и по следу Джаспера направились к прежней стоянке путников. О том, что они предпримут, добравшись сюда, можно было только гадать, ибо змей, понимая всю опасность положения, счел своевременным вернуться к своим друзьям. Судя по кое-каким жестам ирокезов, он предполагал, что они спустятся вниз по реке, но то была лишь догадка. Когда следопыт рассказал все это своим спутникам, каждый из его белых товарищей отозвался на его слова так, как диктовал им жизненный опыт. Каждый в поисках средств спасения обратился к своему привычному ремеслу. «Давайте выведем пироги на середину», горячо предложил Джаспер. «Течение здесь быстрое, да и мы не пожалеем сил, и никто из злодеев за нами не угодится». «А как же нежный цветок, что распустился на поляне? Ужель ему суждено до срока увянуть в лесу?» возразил его друг, впадая в поэтический речитатив, который он, живя среди деловаров, невольно перенял у них. «Каждый из нас скорее умрет», воскликнул юноша, и щедрый румянец залил его щеки до самых висков. Мейбл и жена разящей стрелы лягут на дно пироги, а сами мы, как должным мужчинам, отразим натиск врага. «Ежели что касается весла или грибка, никто с тобой не сравнится, пресная вода. Но по части подлости и хитрости минги не знают себе равных. Лодка быстро летит по волнам, но пуля летит быстрее. Наше дело грудью встретить опасность, ведь на нас положился заботливый отец. Но наше ли дело забывать о благоразумии? О благоразумии как бы слишком большое благоразумие не заставило нас забыть о мужестве. Вся группа стояла на узкой песчаной полоске берега. Следопыт, утвердив в песке приклад оленебоя, обеими руками держался задуло карабина, касавшиеся его плеча. В то время, как Джаспер обращал к нему эти незаслуженные горькие утреки, ни один мускул не дрогнул на лице старшего товарища. И оно сохраняло свой ровный румянец загара, как будто ничего не произошло. Однако от молодого человека не ускользнуло, что пальцы друга словно тисками сжали железное дуло. Только этим он себя и выдал. Ты молод и горяч, возразил следопыт, с достоинством яснее всяких слов, говорившим о его нравственном превосходстве. А между тем, вся моя жизнь, мой опыт и мои знания могут противостоять нетерпению мальчика. Что касается мужества, Джаспер, то я воздержусь от запальчивого и несправедливого ответа на твое запальчивое и несправедливое обвинение, так как верю, что в меру своих знаний и опыта ты рассуждаешь как честный человек. Но послушай совета того, кто уже имел дело с мингами, когда ты был еще ребенком и знай, что легче обойти их коварство разумом, чем одолеть безрассудство. Прости меня, следопыт, сказал юноша, в порыве раскаяния схватив руку старшего товарища, которую тот не стал отнимать. Я искренне прошу у тебя прощения. Глупо и несправедливо было с моей стороны осуждать человека, чье сердце так же непоколебимо в добре, как несукрушимы скалы на берегах моего родного озера. Только теперь щеки следопыт окрасились ярче, и торжественное достоинство, в которое он облегся, уступив естественному порыву, сменилось выражением сердечной искренности и разлучной с каждым его чувством. На рукопожатие юного друга он ответил таким же горячим пожатием, словно между ними только что не повеяло холодком. суровые чёточки залегшие его глаз исчезли. По лицу разлилось обычное выражение ласкового добродушия. Добро, Джаспер, добро, сказал он, смеясь. Я на тебя не сержусь, да и никто не в обиде на твою для вишнию горячность. У меня сердце отходчивое, белому человеку не пристало злопамятство, но я не посоветовал бы ей половину своих упреков обратить к змею. Он хоть и деловар, но краснокожий, а с ними шутки плохи. В эту минуту чье-то прикосновение заставило следопыта обернуться. Мейбл стояла в пироге, выпрямившись, ее легкая ладная фигурка чуть подалась вперед в позе напряженного внимания. Приложив палец к губам и отвернув голову девушка приникла к просвету в листве тогда, как удочкой, зажатой в другой руке она чуть коснулась плеча следопыта. Нисходя со своего наблюдательного поста, проводник мгновенно припал к глазку в листве и шепнул Джасперу «Это гады Минги! Держите ружья на взводе, друзья! Но не шевелитесь, словно вы не люди, а мертвый сухостой!» Джаспер было, но не производя ни малейшего шума, скользнул к пироге и с ласковой настойчивостью заставил Мейбл лечь на дно, хотя даже ему не удалось бы заставить девушку склонить голову так низко, чтобы не следить за приближением врага. Позаботившийся Мейбл он встал с ней рядом и поднял ружье на изготовку. Газящая стрела и Чингачгук отползли к зеленой завесе и высвободив руки залегли в кустах неподвижно как змей стерегущий свою жертву тогда как июньская роса уткнув голову в колени и накрывшись толстинковым подолом замерла на месте. Кэп вынул из-за пояса пистолеты но сидел в растерянности по-видимому не знаю что делать следопыт застыл на своем посту он заранее выбрал позицию откуда удобно было целиться неприятеля и наблюдать за его маневрами он и теперь сохранял обычное хладнокровие которое не давало ему теряться в самые трудные минуты а положение и впрямь было серьезное в ту минуту как Мейбл коснулась удочкой плеча своего проводника уречной излучиной ярдах вста от их убежища оказались три иракеза они шли в воде обнаженные по пояс в боевой раскраске в боевом вооружении видно было что они не знают в какую сторону податься один указывал рукой вниз по течению другой вверх а третий как будто предлагал переправиться на другой берег в подъем